Продолжение следует... Который я назвал инвариантом, то есть помимо того, что мы вроде как собираемся освоить, посмотреть на этот самый ваш линук с разных сторон, мы по какой-то причине, или я по какой-то причине решил еще пытаться найти нечто общее, да, нечто такое, основываясь на знании чего мы можем делать дальнейшие свои прогнозы по части работы с этой операционной системой, ну и вообще по части того, как нам эффективно решать свои задачи с помощью Linux. И вот я, когда готовился к лекции, подумал, что это, наверное, неспроста. Это, наверное, неспроста, и в первую очередь, ну или не в первую, но в немалой степени, такое желание связано с тем, что человек, который впервые начинает работать с гнулиных системой, сталкивается с набором очень непостоянных свойств. То есть вот если семеро слепцов, которые обследовали слона, сталкивались с очень разными свойствами, ну, по крайней мере, каждый из них видел это свойство таком незыблемым, да, один считал, что слон такой длинный и гибкий, другой, что толстый и с копытами, ну и так далее. То человек, который видит Linux, он видит то длинный и гибкий, то толстый и с копытами, то еще что-нибудь. И создается впечатление, что вот это вот такое ненадежное все, в смысле не во что поверить, да, мы смотрим, видим то одно, то другое, то пятое, то десятое, вот, а надо бы, ну, с этим разобраться. Ну, и в конце концов, очень многие с этим не разбираются именно по причине вот такой многообразности того, что называется Linux. Более того, мы с вами, ну, я, да, называя этот курс сам, да, программное испечение GNU Linux, уже заранее, предварительно провел такой вот поиск инварианта. Давайте задумаемся над этим для начала. Итак, а что вообще такое Linux? Это что? Еще варианты? Дистрибутив. Так вот, правильный ответ, такой вот, совсем правильный ответ, Linux это ядро операционной системы, ядро, не более того. Именно с этим было связано, я так понимаю, желание одного из слушателей в прошлый раз, чтобы я рассказывал именно про Linux, как собирать ядро, как его конфигурировать, вот такие вот вещи делать. Почему? Потому что, в отличие от всего остального, Linux это вполне определенный программный продукт, весьма интересный, да, ядро операционной системы, произвольный, вот, на базе этого, на базе этого можно сделать что угодно. Вот, интересная штука. С другой стороны, человеку, который вот прямо сейчас хочет, ну, не знаю, початиться, изучать ядро Linux, ну, в общем, как бы сказать, необязательно. Более того, ему это не очень поможет, а скорее навредит, он будет после этого не чатиться, а программировать на C++ круглосуточно. Нет, на C, вру, на C, конечно, на C. Да, я соврал. Вот. Для того, чтобы отличать ядро операционной системы от самой операционной системы или дистрибутива, в случае, когда упоминается дистрибутив, то есть сборник, ну, или операционная система, то есть установленная на компьютер нечто, я буду по возможности, если не забуду, да, использовать обозначение GNU Linux. Операционная система, дистрибутив. И так далее. Вот. Это всего лишь обозначение, да, я просто хочу, чтобы не было недопонимания. Окей. Большинству, наверное, все-таки было очевидно, что речь пойдет не об этом, а вот об этом, ну, и мне в том числе, да, я довольно ясно дал понять, что мы будем разговаривать об операционных системах, сообществе и так далее. Но, минуточку внимания, а разве существует операционная система, ну, даже если она называется GNU Linux? Ответ в общей форме – нет. Никакого Linux, никакого GNU Linux как операционной системы не существует. Более того, существует ли дистрибутив, который называется там GNU Linux? Нет. Да? На самом деле этих Linux'ов чертово прорвло. На сайте на каком-нибудь типа Linux Distress или что-нибудь, или DistroWatch, да, мы можем насчитать дистрибутивов Linux, одних только живых, да, то есть тех, которые регулярно обновляются, там что-то куда-то постится и так далее. Несколько десятков, по другой версии несколько сотен. Там 300 дистрибутивов было живых в 2007 году, сколько я их сейчас, не знаю. Вот. Все они по-разному называются, эти дистрибутивы, да. Все они в действительности основаны на ядре Linux. Подавляющее большинство, если не все из них, если, ну, скажем так, все из них, за исключением резко специфичных дистрибутивов, скажем, таких, которые вылезают на одну дискетку или что-нибудь в этом духе, в одну флешку ничтожного размера и так далее, подавляющее большинство из них в качестве базовых утилит системных используют утилиты CoreUtils, GNU, вот, и там BinUtils, еще FileUtils, FunUtils, всякие другие TextUtils, да. То есть не зря наш великий Ричард Столман завещал нам называть это, именно GNU Linux, операционную систему, потому что базовая функциональность операционной системы, пользовательскую поддерживают утилиты из семейства GNU, вот. Ну и плюс куча-куча-куча всего. Окей, значит, тем самым даже в названии своего курса я и в процессе разговора в прошлый раз мы уже проделали такую генерализацию или такое вот обобщение. Существует на свете очень много операционных систем, но из них мы будем рассматривать те, которые, да, так, являются Linux. Вот. Между тем, это вот такое небольшое отступление, замечание в сторону. Между тем, подобной операционной системы GNU Linux как бы не существует в природе, и даже более того, имеется эффект, ну, некоторого соперничества, да, как чисто рыночного, такого, когда, значит, на одном и том же рынке выступают несколько производителей, вендоров Linux-дистрибутивов, вообще говоря, они являются друг другу конкурентами, вот. Они борются за деньги, не всегда честными способами даже, да, такое тоже бывает. Так, и что еще более забавно, по части людей, которые этими самыми Linux-ами пользуются, вот. Не знаю, как сейчас, думаю, что эффект есть, хотя, возможно, он слегка ослал, да, но 5, а не то 10 лет назад люди могли просто подраться из-за того, какой дистрибутив более правильный, да, вот. То есть встречаются там вот два Linux-оида и начинают, значит, доказывать друг другу, что тот дистрибутив, которым они пользуются, и, соответственно, сообщество, которое за ним стоит, более правильное, вот. Это довольно забавный социальный эффект, связанный с тем, что у любого сообщества должен быть обязательно большой внешний враг, такой вот неравновеликий, да, есть такие враги, которые существенно больше, да, и вот мы как бы существуем, а сообщество как бы существует в опасности борьбы с этими внешними врагами, вот. Ну, в случае линуксоидов обычно выступает какой-нибудь Microsoft роль такого врага, или, там, Apple, вот. Так и обязательно маленький внутренний враг, равновеликий, вот. Обязательно есть такой вражеский дистрибутив, который мы, значит, вот всем нашим клубом презираем, вот. Причем обратите внимание, что, опять-таки, согласно все тем же законам, внешний враг должен быть гораздо больше, да, на него можно будет списать все свои неудачи. Вот не получилось там укрепиться на рынке, но, разумеется, это пришел Microsoft и все пожрал, вот. А внутренний враг должен быть равновеликий, ни в коем случае не больше, потому что все неурядицы, которые, значит, колеблются каждый день, да, они, значит, должны быть, вот, перераспределяться между этими самыми соперниками, вот. Ну, посмотрите на каких-нибудь, там, не знаю, кто у нас любит искать внутренних врагов всяких. Гентушники очень любят искать, представители Генту очень любят искать, значит, они не говорят, что там в Рыдхате сидят ужасные люди, нет, или в Дибиане. Они выбирают дистрибутив поменьше, они говорят, вот эти арчеводы, они там такие. Вот. Значит, ну, неважно. Я это к чему все говорю? Я говорю все вот к чему, что мы с вами не будем, ну, постараемся не уподобляться вот этим явно озабоченным не только профессиональным представителям сообщества, и попытаемся изучать именно Linux, как он есть, вот, по возможности в разных ипостасях, хотя их действительно очень много. А чтобы не пытаться обозреть все эти ипостася одновременно, для этого же, для этого как раз и будем пытаться выделять нечто истинно линуксовое, то есть такое, которое встречается везде, вне зависимости от конкретных технологических подходов того или иного сообщества, которое создает Linux-дистрибутивы, вот. И, основываясь на знании чего, вы можете столкнуться с реальной задачей, которая вас подвигнет на то, чтобы использовать Linux, выбрать себе правильный дистрибутив, настроить его, разобраться, что там конкретно в применении к вашей задаче требует более пристального изучения, изучить это, ну, и начать эффективно работать. Для этого, повторяю, нужно как бы ориентироваться в том, что собой представляют линуксы вообще, ну, и конкретно тот Linux, который вам больше всего понравился в частности. Вот такое предисловие, да, вот такое предисловие относительно того, что мы будем выяснять, а что же такое вот, ну, GNU-Linux, да, потому что слово Linux, как повторяю, да, про него ясно, что это ядро операционной системы, да, вот так уж говорят. Что такое вот это? Итак, мы как раз и будем выяснять по большей части в этом семестре, но, между прочим, я, кажется, забыл в прошлый раз добавить, что помимо вопросов вот тех четырех, о которых мы говорили, которые я обещал осветить в прошлый раз, у нас еще будет отдельная лекция относительно того набора знаний, которые нужно иметь, чтобы самостоятельно поставить и начать работать с Linux на своем компьютере. Вот. Он не нулевой, этот набор знаний, да, то есть вот в некоторых случаях нельзя просто так сказать, горшочек вари, и горшочек начнет варить. Иногда это бывает, как бы, ну, не самая простая задача, да. В случае, когда она совсем не самая простая, ну, надо звать гуру, но в случае, когда она, ну, такой средней сложности, ну, скажем, вы хотите сделать двухсистемную установку, чтобы у вас одновременно на машине жила и Vendai, и Linux. Да, вот. Что нужно знать для того, чтобы сделать вот это? Вот таких знаний вполне достаточно, чтобы себе представлять вообще всю эту машинерию, работы операционной системы на компьютере, ну, и это хороший старт для того, чтобы понять, куда дальше поворачивать. Изучать ли это все глубже, бросить ли это дело, удовлетворившись тем, что вы способны установить Linux на любой обычный нормальный компьютер и заниматься уже приложениями, бросить это вообще все, потому что вам это неинтересно, ну, в общем, выбор делать, за вами. Ну, вот. Это, так сказать, добавление к вчерашней лекции. Теперь относительно того, что же вот это такое. По какому пути мне было бы интересно пойти? Ну что, первое, что видит человек, когда он включает компьютер, это процедура загрузки системы. Если человек не очень хорошо знает, что такое загрузка и что такое система, то все, что он видит перед собой во время загрузки системы, это сущий тарабаршин. Более того, последние модные веяния почему-то велят производителям Linux-дистрибутивов так стыдливо прикрывать сообщение о загрузке системы какой-нибудь движущейся картинкой. Вот. Зачем это делается, я не очень понимаю. Говорят, пользователи пугаются. Вот. В виде сообщения на экране. А некоторые пользователи, наоборот, сердятся, не видя их. Ну, это неважно уже, да? Их меньше, вот этих некоторых. Вот. Поэтому эту часть я пока оставлю, я к ней еще вернусь. Предположим, операционная система загружена и функционирует в штатном режиме. Так что первое, что встречает пользователя, это интерфейс, про который, собственно, я обещал рассказать что-то в прошлый раз. Интерфейс. Вообще говоря, вообще говоря, на сегодня изучение интерфейса это наиболее популярный способ попытки познать операционную систему. Виноваты, ну, как обычно, виноват в этом внешний враг. Microsoft и Apple. Вот. Хотя, конечно, это не совсем так. Виноваты в этом, если хотите, компьютеризации обыденной жизни. С тех пор, как компьютер общего назначения перестал быть инструментом исключительно профессионала-компьютерщика, а стал инструментом бытовым, с тех пор, как с его помощью люди начали друг с другом общаться, узнавать информацию, отнюдь не относящуюся к компьютеру, и получать удовольствие иными способами, опять-таки, безотносительно, не имеющие отношения к красноглазому хакерству, вот с тех самых пор приоритет, вот первое, да, что должно быть в компьютере, первое, что должно быть в компьютере доступно, это его интерфейс для решения тех задач, ради которых он используется. Ну, если это компьютер общего назначения, то там будет что-нибудь такое, позволяющее много разных задач запускать. Ну, так вот. Что я тут написал такое? Ах, да. Попытка познакомиться с Линуксом посредством изучения интерфейса, и это самый главный эпик фейл, который останавливает, ну, пожалуй, добрую половину людей, пытающихся познакомиться с Линуксом. Почему? Дело все вот в чем. Когда вы, когда вы начинаете работать с Линуксовой машиной, вы видите перед собой отнюдь не Линукс, а так называемый Desktop Environment, ДЕ, окружение, десктопное окружение, окружение рабочего стола. И это самое окружение рабочего стола состоит из графической подсистемы, как таковой, из того, что умеет рисовать. графическая подсистема. Ну, на сегодняшний момент, на сегодняшний день это X11. Вот. Там есть поползновение, заменить ее на что-нибудь более простое. XORG. А, XORG это сайт. Хорошо, XORG. А X11 это протокол, согласен. Вот. Вообще X, да? X классическая подсистема. И это я бы это назвал, нет уж назову это Window Manager, да? Window Manager? Напишу это по-русски. Окно вот. Окно вот. В скобках Window Manager. Вот. Значит, что это такое? Окно вот. Получился основод. Что это такое? Это инструмент, позволяющий, собственно, простейшую функциональность графической подсистемы, которая просто показывает какие-то квадратики, а в этих квадратиках позволяет что-то рисовать. Очень сильно расширить эту функциональность. А именно нарисовать на этих самых окошках какие-то хотя бы рамочки, декораторы какие-то, кнопочки, позволять их там двигать, изменять размер. Вот. А нынче там к этому прибавляется еще, как это сказать, чтобы прилично. Ну, свистелки и свистелки. Вот. Нет. Поэтому занимается композитный менеджер. Это неважно. менеджер, да, вот спасибо, что я поэтому не хотел писать слово окновод. Как бы это правильно сказать? Нет, да есть виндов менеджер, он занимается... Он композитный, да, отдельно. Но все равно это виндов менеджер, верно? Нет, есть виндов менеджер, есть композитный менеджер. Понятно, да. Их там несколько теперь. Все правильно. А. О, отлично. А окно вот один. Композитный. Ну и так далее. Короче говоря, некий инструментарий организации интерфейса. Да? Вот у нас есть графический сервер, вот у нас есть инструментарий организации интерфейса, и вот у нас есть какое-то количество приложений, относящиеся именно к этому окружению рабочего стола. А именно какие-то утилитки, которые позволяют с этими окнами что-то делать, куда-то их там складывать, возможно, организуют некую архитектуру, ну, в общем, всякие штуки делают. Мало ли что. Ну, классические утилиты X-Kill, если кто знает, чтобы так вот качественно закрыть окно, которое куда-то пишет, которое что-то делает, да, вот, чтобы взять и закрыть. Вот здесь все закрыть крестиком, он не закрывается. В итоге X-Kill там рисуется череп с костями, в этом черепе по окну бац, и оно, наверное, закроется. Ну, не важно. на самом деле, там еще есть такая важная непрограммная составляющая, дисциплина использования DE. S-D-E. Это очень немаловажная составляющая, на самом деле, которая определяет, как именно вы будете пользоваться вот тем графическим окружением, которое вы перед собой видите. C-D-E, да. Уберу букву, а то получится C-D-E действительно. Вот, значит, так вот, для начала, наибольдно популярных, при этом очень сильно отличающихся друг от друга десктопных окружений, ну, с десяток, разной степени толщины, то бишь, разной степени наполненности вот этим. Вот X-сервер у нас пока, слава богу, один, но скоро будет уже два разных. Ну, в смысле, вот графический сервер. Что? Нету. Ну, его нету. Ну, нету его. Ну, там, где он есть, нет ничего другого. Вот, нет никакого СВГ-либо. Вот. Ну, и тем не менее, да, а вот этот есть, как его там звать? Вейланд. Да, вот он есть. И, 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 говорят, будет и дальше. Вот. А вот этого всего, я говорю, основных с десяток, да, не основных, там, с сотни. Вот просто посмотрите слово window manager, да, в, не в вашем дистрибутиве, а в репозитории большом, да, там, в Дебяновском, этом самом, вот, большом. И вы увидите, что их там вот много. Они все разные. Задачи организации интерфейса, задачи работы с окнами и способы этого дела все очень разные. Попытка это изучать в особенности трагична, потому что иногда просто обновление версии приводит к тому, что у вас образуется абсолютно иное графическое окружение. Ну, просто вот ребята, которые разрабатывали KDE 3, решили разработать KDE 4. Оно совсем другое. Нет, оно там вот внутри архитектурно слегка похоже на KDE 3. Но вот эта часть, вот эта часть дисциплины работы переработана колоссально. Соответственно, вы получаете внезапно, да, там, вот познакомившись, изучив, на зубок выучив способы работы и структуру графического окружения KDE 3, вы внезапно получаете новое графическое окружение, которое совсем другое. Вы хватаетесь за голову, да. Можно я еще дополнить? Да, конечно. Потом они решили разработать KDE 4.0. Что-что? А, потом они решили разработать KDE 4.0. Ну да, ну да, ну да, отдельно. Ну, это уже как бы мелочи. Ну да, все правильно. Я все к чему? Я к тому, что в отличие от операционных систем, принципы работы которых, вообще говоря, должны соблюдать известную статичность, да, то есть вот операционная система работает и предполагается, что еще лет 5, как минимум, она будет работать так же, а через 5 лет она будет работать лучше, а не по-другому. Вот. Так вот, что касается рабочих столов, то в этом месте такой статичности нету по разным причинам. В первую очередь потому, что, допустим, тот же Apple не боится менять и принимать интерфейс на новые решения, и им это сходит с рук, да. Это означает, что у людей есть как бы соображение по тому, стоит ли делать революцию или нет. Вот. И соответственно, поскольку Apple вообще традиционно считается наиболее продвинутым в плане юзабилицы именно как бы окружением, то многие пытаются под него косить. Вот. И тоже не боятся революции. Да. Это раз. Во-вторых, в какой-то момент выясняется, что есть полезные вещи, которые там в данной концепции DE просто нереализуемы. Короче говоря, пытаться изучать интерфейс, ну, в том виде, в котором вы его немедленно получаете при начале работы с системой, можно. Это очень интересное, увлекательное занятие. Но это практически не подвинет нас клинуксом, а если подвинет, то таким слегка, я бы сказал, странным блоком. Какие инварианты, я остановлюсь на этом слове, хотя это не совсем правильный термин, но говорить о основополагающей принципа я тоже не хочу. Какие инварианты, что при работе с линуксом остается неизменным. То есть, предположим, такую ситуацию, вы как бы окончательно запутались во всех этих вот, непонятно, во всех этих окошках, которые открылись, и хотите что-то сделать. И вы звоните там, или если вам удалось настроить какой-нибудь джабер-клиент, связывайтесь со своим товарищем линуксоидом, и пытаетесь объяснить. Он спрашивает, а у тебя что? Вы говорите, а у меня там гном 3. Он говорит, а я не знаю, гном 3. Ну ладно, запусти терминал. Первый вариант, который внезапно встречается при работе с этим делом, это терминал, он же консоль. Он же консоль. И это еще один повод, почему новоиспеченный линуксоид становится неудачным новоиспеченным линуксоидом, он видит консоль, видит там командную строку, вот, ему становится плохо, он ее закрывает и больше ничего не делает. Ну, ясное дело, если он активно изучал цвет и название кнопочек, это ему никак не поможет при работе в конце. Это какая-то совершенно отдельно стоящая штука, про которую линуксоиды говорят, что она-то и есть самая главная. Какое-то вот такое несоответствие одного другому. Тем не менее, оно будет, и вот этот самый ваш знакомый линуксоид обязательно в конце концов скажет, открой терминал и набери там такую-то команду, и все тебе будет. Еще один вариант, который может быть вынут тоже непрямым образом, косвенным из изучения интерфейса. Это понятие о процессах. Не равно окна. Это довольно важные знания, которые приходится эксплицировать даже на самых начальных курсах, то есть при обучении учительниц информатики или неинформатики, зоологии, работы с компьютером, по крайней мере, под управлением линукс, надо немедленно говорить, что есть такие процессы, если вы закрыли окно, еще не означает, что вы убили процесс. В самом деле, оказывается, есть какие-то процессы, которые как-то взаимодействуют с графической подсистемой и рисуют одно или несколько окон, или не рисуют ни одного окна, но тем не менее с ней взаимодействуют. Пример процесса, который взаимодействует с графической подсистемой, но не рисует ни одного окна. Да, или клавиатурный вор, который ваши пароли ворует. Вот. Значит, да, совершенно справедливо. Значит, вы с этим столкнетесь. Почему я про это вспоминаю? При изучении интерфейса вы волей-неволей с этим столкнетесь. У нас есть для таких случаев дверь сверху. Спасибо. Вот. Проблемы в том, что при причине на откладки обычно ставят все из-за XKB. Да, а то там еще... Ну, бог с ним. Как видите, улов небогатый. Несмотря на то, что изучение графического окружения, изучение Desktop Environment это очень интересное, особенно в случае интересных Desktop Environment против того же KDE 4. После того, как оно перестало падать все время, оно мне понравилось. Вот. С виду, я им не пользуюсь. Значит, да, это ужасно интересное, и, кстати, сказать, весьма полезное занятие, если вы хотите пользоваться компьютером много, да, неспроста же люди напридумывали вот такую политику, дисциплину использования этого KDE, они, наверное, что-то имели в виду. И если у вас есть задача реально на всю катушку использовать ваш компьютер, я имею в виду, работая с ним, там, запуская, комбинируя и так далее, и так далее, да, то изучение десктопного окружения вам принесет много полезных плодов. Вот. Несмотря на то, что это так, до операционной системы, до, собственно, линуксовости, через интерфейс добраться довольно сложно, да, вот видите, то, что я нарисовал, это такие, что ли, косвенные, косвенные сущности, они, собственно, непосредственно к DE отношения не имеют. Они просто там всегда есть. Вот. Кстати, в связи с этим домашнее задание. Я обещал, что буду давать на лекциях некие вопросы, на которые я бы хотел, чтобы люди ответили, ну, скажем, на экзамене. Вот. Домашнее задание такое. А все-таки, а существуют ли какие-то как я, как я их назвал, я забыл это слово? Инварианты. Существуют ли какие-то инварианты, в desktop environment? Вернее, они существуют, вопрос какие. То есть, понятно, что если опускаться на низкий уровень, мы увидим кнопочки, менюшки, радио баттон и так далее. Но это инварианты, не DE. Это варианты библиотеки, графических виджетов, то, что называется. Интересно, существуют ли какие-то, и какие, собственно, они есть, инварианты в самом рабочем окружении. То есть, какие-то приемы использования всегда одинаковые, да, какие-то вещи, которые всегда должны быть в этой части. Что-то, что всегда есть у винду менеджера, да, ну, вот там, скажем, кнопка закрытия окна всегда есть. Правда, ее взяли в последнем гноме. Она там осталась. Она осталась, ее можно включить, да, да. Нет, она есть, убрали на и другие кнопки. А, максимизация или что-нибудь в том, да, максимизация. Во, отлично, молодцы. Как видите, ничто не вечно. Да. Мы считаем ли мы вариантом, что-то, чего нет, там, в каком-нибудь одном... Ой, как вы понимаете, эта задача, вот, еще одно маленькое отступление, вообще не запланированное. Сейчас, я успею. Я сейчас отвечу на ваш вопрос, вернее, не так. Я скажу нечто, что сделает его неактуальным. Сейчас я встану в позу. Проходящая нынче реформа общеобразовательной школы абсолютно убивает понятие информатики как науки. Почему? Информатику распилили на две части, одна из которых отошла к математике, а другая к технологии. Условно говоря, труд и математика. Почему это категорически просто вот феерически неправильный подход? Потому что в математике есть задача, правильное решение и правильный ответ. В труде есть как бы условия и более или менее качественно выполненная работа вот в этих условиях. Скажем, в программировании нет ни того, ни другого. понимаете, да? То есть не бывает правильного решения в программировании. Мало того, что его не бывает. На каком курсе учат эту самую теорему о том, что теорему о самом применимости? На первом. Вы сами знаете, что не бывает правильных программ. Их не бывает. нет. С другой стороны, абсолютно неправильный подход, который состоит в том, что наша программа почти правильная, она 75% в 75% случаев дает верный ответ. Вот. То есть отрасль, именуемая информатикой, даже можно сузить, вот программирование, она не имеет отношения как научная концепция, не к математике в ее парадигме, не к повседневной деятельности в ее парадигме. Это совершенно отдельная штука. Отвечаю на ваш вопрос. Вот такие домашние задания, вот эти вопросы, они предназначены не для того, чтобы дать правильный ответ, а для того, чтобы вы своим ответом показали, как бы, что вы разбираетесь в теме. Вот и все. Так что ваш вопрос, он отчасти уже как бы работает вот на это. я уже понимаю, что вы, наверное, знаете такой пример, где вот в чем-то есть, а в чем-то нет. И тем не менее, вот домашний задание. А я продолжу. Окей. Значит, с интерфейсом понятно. Что еще может нам сильно попасться на глаза, когда мы пользуемся дистрибутивом Linux, как там в школьном сочинении, когда я захожу в комнату друга, мне всегда в глаза бросается вешалка. Вот. Значит, это программное наполнение. что я имею в виду? Вот вы установили дистрибутив Linux и каким-то способом обнаружили, что вам доступны некоторое количество программ. Вот. Причем программ на разные случаи жизни. Это достаточно полноценный дистрибутив. Это достаточно полноценные и хорошо упакованные, напакованные, нашпигованные полезными программами операционные системы. То есть, как правило, там будет и всякие штуки для работы с интернетом, броузер, там всякие службы мгновенных сообщений, почтовый клиент, что еще обычно бывает нужно для сети, ну вот там еще чего-то там. Клиент для файла помоет, кто-нибудь дц плюс плюс или что-нибудь в этом духе торрент, там вся эта ерунда. Вот. Там же будут набор офисных программ, там уже будут какие-то игрушки, вот, для того, чтобы непонятно для чего, ну будут. Вот. Там же будут какие-то ну в общем-то много чего будет. Можно попытаться составить себе представление о Linux как о дистрибутиве, то есть как о наборе программ, изучая вот то, из чего, какие программы в него включены. Это, я вам скажу, гораздо более плодотворный путь, потому что при изучении этого дела мы обнаружим несколько весьма специфических вещей. с одной стороны, общий для всех Linux дистрибутивов общего назначения это то, что таких программ уже предустановленных сразу очень много. Вот, когда вы ставите какую-нибудь винду, ну официально, конечно, я не имею ввиду «зверь DVD». Вот, когда вы ставите какой-нибудь Windows, вы в нем видите, в общем, этих программ там спиток. Я сейчас не знаю, сколько в семерке, может там их побольше, но в любом случае их, именно прикладных программ для решения прикладных пользовательских задач, их достаточно мало. в любом дистрибутиве Linux из коробки, то есть уже предустановленных довольно много, как это написать, много, много предустановленного ПО. Вот, его реально много. То есть его настолько много, что когда мы работали с школьными учителями, они жаловались, нам пришлось убирать из меню лишние программы и куда-то запрятывать далеко. Потому что их было много. Ты откроешь меню, там, оп, вот. Ну или у меня на компьютере откроешь меню игры, они там на весь экран. И там еще где-то еще вот. Вот. Нет, вы не думайте, что я во все в них играю. Я их собираю. Да. Ну и ж надо потестировать после того, как я собрал. А вдруг они не работают? Вот. Или вдруг они от времени испортили, это надо опять потестировать? Ну, неважно. Много предустановленного ПО. Пожалуй, это такой, это такая заявка на инвариант, но это еще не инвариант. Потому что понятно, что где много, там и мало. Кто нам мешает все поудалять? Будет мало предустановленного ПО. Но что-то такое вот это, этим оно отличается от тех же Windows. Еще одна заявка на инвариант. Это предустановленное ПО, программные продукты, которые установлены на машине, чудесным образом называются не так, как привыкли, скажем, там стоит не то, чем привыкли пользоваться пользователи, скажем, Windows. То есть, во всех Linux, будя они совершенно разные, будя в них использоваться совершенно различные DE, возможно, даже различные концепции, там по организации дистрибутива. Но прикладуха, она будет вся примерно одинаковая. Оно примерно одинаковое. Одинаковое. Вплоть до того, что если вы используете дистрибутив с маломощным DE, то есть, как это по-русски, а давайте мы это по-русски будем называть. рабочий стол с маломощным рабочим столом. Да. Окружение рабочим. Маломощный. Вот. Если вы используете компьютер с маломощным рабочим окружением, у него вот этой части может быть не очень много. Например, не будет собственного файлового броузера. Ну, зачем нужен файловый менеджер, если этих файловых менеджеров уже там десяток есть. Давайте мы его возьмем из другого рабочего окружения, просто вот запустим, да, там, вот. Или еще что-нибудь. Броузеров, обычных сетевых броузеров не так уж много, встроенных в рабочее окружение, как правило, все все равно запускают Firefox. Firefox. Да. Значит, то есть оно примерно одинаковое. Его много, но оно одинаковое. Еще отдельная штука, которую тоже удается вывести, наблюдая за Linux, когда вы говорите, а где там мне сказали, что в Linux есть такая шикарная программа, а у меня ее вот нету, ваш знакомый линуксоид говорит, ну что, ну доставь ее из репозитории. Вот это интересная штука, которая еще больше похожа на такой вот вариант. Можно, напишу так, можно доставить, доставить. Доставить в смысле поставить дополнительное. Поставить из репозитории. Из репозитории. Вот эта вот вещь на самом деле очень важная. Мы вокруг нее будем еще довольно долго с разных сторон плясать. Теперь давайте попробуем из этого сделать какие-нибудь выводы о том, что стоит изучать, когда мы изучаем Linux вот с этой стороны. Первое. в подавляющем большинстве своем то программное обеспечение, которое предустановлено в вашем Linux дистрибутиве и которое можно даже все это, и которое можно доставить, и это специфическое, ну, специфическое в том смысле, что программа обеспечение, объединенное общим свойством, а именно оно распространяется под свободной лицензией или как минимум просто свободно распространяемое. Это немножко отдельная тема, про которую мы тоже будем говорить, но в подавляющем большинстве это именно свободное программное обеспечение. То есть, когда вы работаете с Linux дистрибутивом, подавляющее большинство того, что ставится по умолчанию и что доставляется потом, это программы распространяемые под свободной лицензией. Мы поговорим о том, какие механизмы уже чисто технологические и общественные, социологические позволяют из вот этого инварианта вывести все вот эти наблюдения, если это еще не очевидно прямо так. Вот специфика лицензий позволяет объединять программы в репозитории, позволяет их предустановить в любом количестве и позволяет что-то еще. Но это специальные программы. Еще один инвариант. Ну, собственно, у меня только написано два, а на самом деле это вещи связанные. Способ, сам способ, которым вы будете устанавливать, вот когда вы доставляете из репозитории, устанавливать по, резко отличается от того, как ставится программное обеспечение, скажем, в ту же винду, если, повторяю, это не зверь сидит. То есть, если это не какая-то хакерская поделка, а именно настоящий такой инсталлятор. Вот. Об этом мы тоже поговорим чуть более конкретно. Вообще, обо всем вот таком мы будем говорить более конкретно просто потому, что это и есть предмет изучения линукса как линукса, а не как конкретной операционки. Короче говоря, установка пакетов. Напишу просто пакеты, ладно? Пакеты. Значит, для тех, кто не в курсе, поясняю. Когда вы устанавливаете программу обеспечения в линукс-систему, вы не запускаете какой-то инсталлятор специфичный для данного программного обеспечения, как это в подавляющем большинстве случаев делается в индексе. Вы просто говорите хочу вот то-то, то-то, то-то и то-то. Это напоминает установку виндовса, самого виндовса, его каких-то компонентов. Вот в индексе, кстати, не знаю, как там сейчас, может быть, там все еще хуже стало, но раньше там можно было выбрать какие-то ненужные компоненты типа какого-нибудь персонального веб-серва в Windows 98 какую-нибудь такую вот ерунду. Вот. Или, скажем, все языки мира или еще что-нибудь в этом духе. Или не ставить Outlook Express. Ну, это все воспоминания Windows 98? Нет, в XP тоже можно было не ставить. В семерке не знаю, не проб. Вот. Так вот, если в Windows такую вот возможность по галочке что-то поставить, это свойство самого Windows или самого офиса, скажем, микрософтского, то в Linux это свойство вообще всего программного обеспечения, которое вам предоставляется, ну, вот из коробки что называется. То есть, у вас в репозитории, скажем, если это Debian, там, порядка 20 тысяч, да, пакетов? Вот. Если это какой-нибудь там Sisyph, то порядка 15 тысяч там в Sisyph, да? Нет, меньше сейчас. А, бинарных больше. Вот, бинарных тоже порядка 20. То есть, что? Сорцовых меньше. Сорцовых меньше. Значит, то есть, ну, тысяч, понимаете, да? Не два, не три, не десять. Десятки тысяч разных пакетов. Вот. И все они, как один, ставятся галками. Ну, или группа, там, хочу, там, офис, и там, бру-бру-бру. Вот. Это все свойства пакетирования, которое в действительности для Линукса весьма инвариантное, об этом мы будем довольно много говорить, именно по причине того, что это вот такая сущность, которая позволяет таки познакомиться с Линуксом, как с Линуксом, а не как с чем-то еще. Правда, стоит заметить, что интерфейс, сам интерфейс к установке, установщик, вот то место, где вы будете нажимать галки, оно может различаться от Линукса к Линуксу весьма и весьма. То есть, сам факт пакетирования это инвариант, а способ пакетирования, какие-то технические детали, и уж тем более интерфейс, инвариантом быть не может. И третье. Несомненным, несонемным инвариантом, несонемным отличительным свойством именно Линукса является то, что все вот эти программы, которые вы можете поставить, сложены в одно или несколько больших хранилищ. Это тоже существенное отличие от каких-нибудь таких типичных виндузовых установок, когда, значит, то, откуда вы получили вот инсталляцию того или иного пакета программного продукта, прошу прощения, под виндовс, это, в общем, разные места. Но вряд ли вы все скачали с рутрекера, да. Вот, наверное, вы еще откуда-то скачали, там, спирайт бэй, да, там, еще откуда-нибудь. Да, значит, вообще такая хорошая идея, да, такой инсталлятор с рутрекера. Ладно. Да, значит, это все на самом деле следствие все того же, следствия свободного лицензирования того программного спечения, которое ставится. но у этого явления, оно называется репозитория или хранилище, хранилище, ща, напишу ща, вот, да, у этого явления есть очень много достаточно интересных технологических составляющих, поэтому про это надо тоже говорить. Кстати сказать, достаточно часто встречаются в природе пользователи Ubuntu, которые навтыкали себе в пакетный менеджер там четыре десятка всевозможных хранилищ из непонятных мест, после чего у них уже ничего не ставится, все стало в такую растопырку, вот, ну, вот, именно по причине непонятности тех мест, которые не используются в качестве хранилища. Это очень часто бывает, заходишь на какой-нибудь сайт, он говорит, скачай нашу мега-игру, ну, не предам, их будет сказано, вот, он только вот доставит, поставит, русский, конечно, и это тоже хочу, вот, а потом не обновляют они эту игру, там уже все ушло вперед, ага, ихний пакет хочет что-то допотопить, вот, так что про хранилища мы тоже отдельно поговорим, эта тема важная, и в частности с нее будет выход на следующую, на следующую тему, следующий, так сказать, пункт разговора, собственно, на сообщество, но я пока что продолжаю, окей, значит, итак, мы потыкали наш компьютер палочкой, вот, чтобы выяснить, что это такое, вообще шевелится ли оно, кусается и так далее, потыкавши его палочкой, мы обнаружили несколько всяких удивительных вещей, теперь мы интересуемся, а что же там есть, да, вот мы поинтересовались, какие есть программы, теперь мы поинтересуемся, а что на диске-то написано, там же есть целый диск, так что следующий, пункт нашего рассмотрения, это файловая система, в этом плане Linux, опять-таки, еще более плодотворно дает повод себя поизучать, потому что файловая система оказывается весьма стандартизованная, упорядоченная, ну и еще вам туда нельзя никуда ничего записывать совсем, то есть вот куча разных каталогов, а вам они ни к чему, потому что вы туда писать не можете, иногда даже и читать оттуда не можете, здесь каталог, и все, вот папочка, она не открывается, на ней замочек нарисован, или крестик, или еще чего-нибудь, если вы пользуетесь браузером, файловым, вот, то есть, кстати сказать, еще одно достаточно типичное явление, оно правда не очень отпугивает Ньюбисов, потому что те люди, которые дошли до того, чтобы просто просматривать глазами файловую систему, вряд ли прямо так бросят ею пользоваться, вот, что они его просматривают, они уже интересуются, им уже интересно, и тем не менее это людей обескураживает, значит, неожиданное наблюдение упорядоченное дерево каталогов, дерево каталогов, которые вы не можете изменить, недоступных, ну, недоступных изменений, которые нельзя изменить, которые нельзя, это не вариант, это наблюдение, да, изменить, некоторые пользователи говорят, что это плохо, а я считаю, что это очень хорошо, если пользователь не может изменить ничего в системе, за исключением использования инструментов, предназначенных для изменения чего-то в системе, это на первых порах хорошо, вот, я надеюсь, что сейчас уже нету таких случаев, когда человек удаляет установленный в Windows программный продукт в том удалении каталога, в котором был установлен, или бывает? бывает, я думаю, да, вот, к чему это может привести, все знают, да, соответственно, в общем, более того, с Windows там вообще в этом смысле все неупорядочено, потому что, ну, там люди работают в администраторе, потому что без администратора некоторые программы не работают, в общем, все как-то мутно, в этом смысле в Linux все намного более выпрямлено, по той простой причине, что обычный пользователь, он модифицирует систему, права не имеет совсем никакого. Ему в руки даются некоторые инструменты, которые позволяют эту систему модифицировать. Эти инструменты двух родов. Первый род, так называемые конфигураторы, давайте я их сюда, нет, это не сюда, это дальше, это вот туда надо было вписать конфигураторы, я про них забыл. А, нет, это чуть позже. Первый род, это так называемые конфигураторы, то есть некоторые утилиты, скорее всего, графического, имеющие графический интерфейс, в котором можно назвать несколько кнопок, чтобы работа системы как-то изменилась. Вот. И второе, второго рода инструменты, они присвоятся к следующему. Супер пользователь, все права, и редактируя руками все вот, что хочешь, файл просто, редактируй, конфиг файл, он в ETC лежит, отредактируй, и все будет тебе хорошо. Это вот обычно такой совет тебе дает какой-нибудь такой гуру. Ты звонишь, говоришь, у меня там что-то вот, он говорит, так, для начала в рута войди, найди файл, отредактируй, поставь туда то-то, и так далее. Так, мы при этом рассматриваем файлосистему. Итак, упорядоченная файлосистема, которая состоит всегда из одних и тех же каталогов, во всех линуксах этих каталоги все одинаковые, где лежат, в каждом из них лежат файлы своего назначения, при этом доступ к ним категорически запрещен, а если он разрешен, то только там вот каким-то хитрым способом. Кстати, относительно этого хитрого способа, если вы не пользуетесь Ubuntu, а пользуетесь чем-нибудь другим, то еще одно такое наблюдение, вам часто понадобится такая непонятная сущность, как пароль рута. Что это такое? Что это такое? Я сейчас немножко расскажу, ну а множко до этого дойдет дело впереди. С помощью этой волшебной сущности, которая называется пароль рута, вы можете избежать вот этой части нашего предыдущего наблюдения. Вы вводите пароль рута в командной строке, разумеется, со специальным со специальным ухищрением, после чего начинаете модифицировать вашу систему, как вам заблагорассудится, и если вам благорассудится, ну как бы, то сами себе взломные буратины. Вот. Что это означает с точки зрения архитектуры веществительных систем? Что существуют какие-то определенные права доступа и правила доступа к файлам, которые по умолчанию достаточно жесткие, но их можно как бы обойти, и тогда они становятся настолько мягкими, что как бы убить свою систему, имея вот эти права суперпользователя, можно вот очень легко. Вот. 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 Давайте теперь под... Да, сейчас, минутку. Ах, да. На, это я уже сказал. Значит, для полноты картины запишу то, что я сказал. А вот файловые менеджеры, файловые менеджеры, они разные. Потому что они часть интерфейса. Это часть интерфейса. Да, они могут выглядеть по-разному, они могут иметь разные функции, они могут работать даже по-разному. Некоторые из них могут иметь выход в сеть, некоторые не могут в сетевые ресурсы, некоторые они же броузеры, некоторые не они же броузеры. В общем, полный, полный, полный этот, полный разброд. Какие варианты на этот счет, то есть что линуксового можно изучать в файловой системе Linux? Прежде всего, саму структуру файловой системы. Она называется файлсистем иерархия стандарта. Здесь прямо сайт такой. Заходите, там все написано. Поэтому мы тоже про это будем немножко разговаривать. Что еще? Разумеется, права доступа. Вот то самое, что обычному пользователю не дает, не дает возможность модификации файлсистемы, а необычному дает права доступа. Ну и всякие специальные каталоги. Это вот относится сюда. Понятие домашний каталог весьма и весьма специфичное для Linux системы, ну и Linux систем в частности. Напишу это вот так. Кто поймет, тот поймет, а кто не поймет, в свое время я про это расскажу. Dollar Home. Корневой каталог, специфика файлсистемы в том, как она выглядит в виде директолога и так далее. В общем, по части файловой системы довольно много всевозможных инвариантов существует, которые стоит поизучать. Возможно, даже больше, чем мы сможем на лекциях это увидеть. Ну да, что делать? Вот. Да, значит, замечу только в скобках, что права доступа – это права доступа процесса к файлу. Вот у нас были слова процесса там где-то, в каком-то из инвариантов, а здесь есть слово файла. Вот доступ к процессу к файлу – это и есть реализация прав доступа. Хорошо, значит, поизучали мы всевозможные, ну, то, как устроена у нас файловая система. Что мы еще можем захотеть со своим компьютером поделать? Программы позапускали, они работают. Да, как я пускаю свою маму за компьютер? Я открываю файловый менеджер, в нем иконки с файлами, она в них тычет, там все работает. Ну, оно открывается, закрывается. Вот. Нет, давайте мы будем углубляться. Мама все-таки это на уровне вот сюда. Вот сюда плюс интерфейс. На самом деле для мамы нужен специальный интерфейс, в котором будет мало кнопок. Я это говорю не как… У меня есть дедушка, мой дедушка, у него Linux. Главная его проблема в пользовании Linux, это вовсе не Linux интерфейс, а интерфейс Mail.ru. По сравнению с тем разнообразием интерфейсов, которые предоставляет Linux, Mail.ru просто вот… В общем, пользоваться им очень тяжело. Я бы не смог. А он мужественно пользоваться, но я ему помогаю. Потому что так это, конечно, тяжело. Да. Окей. Значит, что еще может понадобиться от компьютера? В какой-то момент нам понадобится его как-то настроить. Настройка. Здесь нас тоже ожидает много разных наблюдений. Главное наблюдение стоит в следующем. Когда вы пытаетесь настроить компьютер, что называется, штатными средствами, то есть зайдя в раздел настройки того графического окружения, рабочего стола, который вы используете, вы увидите, что эти настройщики бывают двух видов. Настройка самого рабочего стола очень разнообразная. Там какие-то поведения мышки, цветовые гаммы, там свистелки и свистелки, окон и все остальное. Вот. И какой-то подозрительно неполный набор инструментов для настройки операционной системы. Ну, например, настройки сети как таковой не существуют. Существует, допустим, трей какой-то, ну, это иконочка в трее, где вы нажимаете, и он вам предлагает настроить, ну, скажем, VPN, скажем, обычное такое подсоединение, соединение там, да, и еще, допустим, что еще там можно настроить? Какой-нибудь там, не знаю, Wi-Fi, вот. Вот. А в некоторых случаях, помимо Wi-Fi, он вам еще предложит настроить там, что еще бывает такое, 3G какой-нибудь, еще что-нибудь в этом духе. А в некоторых случаях он говорит, а у вас еще, я вижу, телефон есть. Давайте мы еще и через телефон интернет тоже настроим. Вот. То есть ведет себя как-то вот по-странному. Вот. А кнопочки настроить сеть нету. И есть, что еще хуже. Есть кнопочка настроить сеть, вы на нее нажимаете, а там все другое. Все диалоги, все, значит, эти самые картинки, они, вот, все по-другому. И тем не менее, вы нажимаете, сеть тоже настраивается. Ужас какой-то, да? И вообще, если вы берете подряд несколько достаточно различных дистрибутивов, вот эта часть настроит систему путем нажатия каких-то кнопок в настройщиках из меню. Оказывается абсолютно различным. Кто во что гораст. Вот. Если система из одного гнезда, да, там какой-нибудь Red Hat Beysed, да, то там может быть, или там, вернее, Fedora Beysed сейчас называется, там может быть какая-нибудь их волшебная анаконда. Нет, анаконда это установщик. Но что-то у них есть там такое, да. Да, у Сюди есть Яст, там у Дебяна есть что-то связанное с Депконфом, хотя, в общем, это скорее не для простых людей, да, да, да. Ну, в общем, короче, кто во что гораст. Так что первое наблюдение – разнообразие и неполнота этих настройщиков. Разнообразие и неполнота. С другой стороны, что, значит, неполнота. Скорее всего, если это нормальный дистрибутив, вы сможете настроить все то же самое, что вы можете настроить в Windows. Сеть по ограниченному списку, если там вот бывают супер-развращенные сетевые подключения. Кстати, у нас был такой товарищ, он пытался самостоятельно настроить следующий вариант VPN. Ethernet с VPN-ключом. Ну, вот так вот. Такое бывает. А не 802.1x какой-нибудь? Ну, с 800, да, да. Ethernet, но с 802.1x. Ну, как бы это делается? Делается, делается. Но вот я не видел этих самых… Творк-менеджер это пока не умеет. Вот. А, кстати, этот самый умеет, яд, ценет. Нет, ценет, понятно, там, как бы, кому что надо, кто написал. Да, логично. Разнообразие и неполнота. Так что это неполнота такая, что ли, ну, вы подозреваете, и вам ваш знакомый линуксоид говорил, что в линуксе сетевые возможности вообще феерически огромные, а когда вы запускаете конфигуратор, эти феерически огромные возможности заканчиваются нажатием там 20 кнопок. Что-то тут нечисто. Вот. Вы звоните этому своему товарищу, и он вам говорит, открываем консоль, заходим в рута и правим файл. То есть, и вот эта часть, часть, связанная с профилированием системы, с изменением настроек, с настройками каких-то сервисных приложений, там, какого-нибудь веб-сервера, чего-нибудь в этом духе. И эта часть вся на поверку оказывается вот либо нажатием ограниченного числа кнопок, либо работой с конфигурационными файлами. А эти самые конфигурационные файлы, само наличие этих конфигурационных файлов и необходимость их редактировать с помощью текстового редактора, это такой весьма серьезный вариант, имеющий, в общем, достаточное теоретическое обоснование. Превозможность и необходимость. Что? Возможность. Возможность, возможность. Возможность, естественно. Потому что для быстрых, для быстрых, для того, чтобы проделывать быстрые действия, как раз существуют конфигураторы. Ну, скажем, для того, чтобы настроить Wi-Fi, на самом деле надо написать гору всякой ерунды в нескольких конфигурационных файлах. Зачем это делать, если ваша задача настроить Wi-Fi? Значит, надо написать какую-то программу, которая бы это делала за вас, а вы бы только вот, в том числе и определяла разные интересные параметры. А вы бы только туда вписывали нужные данные. Скажем, ключик. Вот. Тем не менее, еще раз, наличие конфигурационных файлов, как последней инстанции, которая, собственно, и обеспечивает наиболее полную, наиболее полную, полный спектр по настройке системы, это такой жесткий вариант в связи с настройками. Ну, собственно, причина того, что эти файлы текстовые, они вполне поддаются чтению, и в них вполне можно написать осмысленные. Это и было причиной того, что настройщики столь разнообразны и неполны, потому что, в конце концов, вам всегда скажут, открой конфиг файл, поправь там пару строчек, и все у тебя будет работать, и ты даже будешь лучше понимать, что происходит, чем нажимая на кнопки в том, что, опять-таки, постоянно меняется. Разнообразие настройщиков, оно еще тем плохо, что у них постоянный внешний вид меняется, этих дурацких настройщиков. Вот. Вот еще один вариант, который имеет смысл поизучать. И последнее. У меня здесь записано. А, нет, еще процедура загрузки. А где это у меня тут она? Она у меня где-то была. А, почему-то она у меня выпала. Она у меня выпала. Да, но я про них сказал, что я про них скажу потом, и так получается, что я про них не скажу. Ну и ладно. Потом это потом. Потом скажу. Это на самом деле вот эти страшные бегущие строчки, они имеют отношение к теме, что нужно знать, что мы самому установить Linux. Вот. Не нужно знать все, о чем они говорят, эти бегущие строчки, но то, что они о чем-то говорят, знать нужно. Вот. Как обычно. Да. Значит, и последняя тема, она последняя по, как бы, списку, но не последняя по важности, и вообще она такая отдельно стоящая. Это сообщество. Почему это очень важная тема? Обратите внимание на то, как я рассказывал про, ну, практически все вот эти составляющие, практически про любой поиск вариантов. Вы пытаетесь что-то сделать сами, у вас что-то не получается, и, внимание, вы обращаетесь к знакомому Linux-оиду, который вам помогает. И говорит, как надо там, что-то такое вот. Это не обязательно гуру, это человек, который просто ориентируется ориентируется в данном вот в этом месте, в этом примете, лучше вам. И это, внимание, не прихоть, а вполне нормальный способ использования Linux. Вот. Я тут напишу. Сообщество. Почему так? Мы об этом тоже будем говорить отдельно. Вот. В данном случае я хочу опять-таки посмотреть, ну, что значит сообщество? Ну, тусовка, ну, форум там какой-то, где какие-то придурки друг друга обзывают. Да? Значит, можно ли это считать частью Linux, да еще и каким-то вот, ну, что ли, предметом, достойным изучением. Так, братцы, я, наверное, забыл сказать, но на лекциях разговаривать можно, но только с такой же громкостью, как я. Чтобы вас было слышно всем. А то вдруг вы что-то умное говорите, а нам не слышно. А если вы говорите что-то неумное, то лучше бы не было слышно никому, даже вам. Ну, вот как-то так. Я не против, как бы, разговоров на лекции, ни в коем случае. Но у нас есть предмет для разговора, да, вот. В общем, говорите громче. Вот такая просьба. Хорошо. Значит, так вот, возвращаясь к теме сообщества. Казалось бы, все тусуются на фон. Мне тут спрашивали, посещаю ли я анонимный имидж Борды. Кстати, нет. У меня есть ответ на этот вопрос. Нет. Да. И тот же человек спрашивает, смотрю ли я японскую мультипликацию. Написал бы сразу аниме. Японскую мультипликацию. Ну, смотря какую, Миядзаки я смотрел с удовольствием. Почему бы и нет? Ну, вот. Считается ли Миядзаки японской мультипликацией? Я думаю, что считается. Я думаю, что считается. Вот. И дети мои смотрят. С удовольствием. Все. Что? Ну, разумеется. Даже японский учил некоторое время. Вот. О чем пишет я? О сообществе. Значит, наблюдения в стиле эти красноглазные ледосоиды друг другу все время ругаются. Я, так сказать, предоставляю сделать вам самостоятельно. Это даже не является частью домашнего задания. Вот. Давайте я лучше сразу скажу о некоторых инвариантах, которые с точки зрения как бы в социологических в делах социума, конечно, инвариантов как таковых не бывает. Да? Это все вещь такая очень подвижная. Но, тем не менее, есть вещи, которые стоит поизучать или о существовании которых стоит иметь представление специфичные именно для нелинговых сообществ. Да? В первую очередь, это централизация информационных ресурсов. Централизация информационных ресурсов. Что я имею в виду? Если уж форум, то один. Не тысячи форумов, как нам в нашей локалке в очередной раз захакать в инду. А один, посвященный конкретному сообществу. Если это, скажем, Ubuntu, в каждой стране будет как по форуму. Это да. Наверное, будет там в город форум местных этих самых, не знаю. Linux User Group. Что? Linux User Group. Да, да, да. Но это уже будет немножко другое. Это уже будет Linux User Group. Кстати, про него тоже надо рассказать. Хотя это вещь, уходящая в прошлое, как я понимаю. Именно по причине того, что... По регионам живо как раз. Что? По регионам как раз очень живо. Ты знаешь, вот в... Мне люди жалуются, собственно, лидеры лугов, что смысла нет. Пропал смысл вот так вот тусить. Все есть в сети всегда. Раз в год собраться попить пиво. Для этого есть Linux Fest. Вот. Централизация информационных ресурсов. Что это означает? Если форум, то один. Если вы хотите качественной информации, то это не в форуме, а в списке рассылки. Там меньше тусовщиков, больше людей, которые... которые... ну... которые в теме. Вот. Если сайт, посвященный интересам сообщества и дистрибутивам, которые на этот счет, то тоже один. Вам не нужно шариться по всему интернету в поисках каких-то вещей. Да? То есть, сообществу выгодно, чтобы информационный ресурс содержал как можно больше информации про его, про сообщество. Что касается Википедии, то там отдельный пункт. Ответы на вопросы там не содержатся, верно? Ну, да. Ну, так. Вот на те вопросы, на которые вы сами не можете ответить. Ну, не знаю. Википедии в данном случае нет. Я имею в виду централизацию информационных ресурсов вокруг, собственно, того извода Linux, который вы собираетесь использовать. Ну, у каждого сообщества есть своя Википедия. Ну, Википедия, Вики. Ну, Вики. Ну, Вики, да, да. Так это тоже. Ну, давайте я напишу, да. В списке рассылки Вики. Разумеется, Вики. Ну, а какой еще веб-сайт может быть у Community Driven? Вот. Ну, форумы. Я не очень люблю форумы. Что еще там может быть? РЦ, РЦ. Да. Надо вообще на них переходить, а то в РЦ сидят такие олдфаги жуткие. Просто вот. Да. Что еще стоит, на что еще стоит обратить внимание, когда мы говорим про использование и работу с Linux, как работу с Community. олдфаги жуткие и т.д. олдфаги жуткие и т.д. Это слово Linux. Сейчас попробую сказать. Опять-таки, говоря о явлении социальном, безусловно, ничего нельзя утверждать на века. 10 лет назад было не так, как 5 лет назад, а 5 лет назад не так, как сейчас. И тем не менее, с завидным постоянством выясняется, что Linux в плане информационного обмена в сообществе, в плане склада ума, в плане знаний занимаются люди не то, чтобы одинаковые. Вовсе нет, очень разные люди этим занимаются. Но среди них достаточно высокий процент людей коммуникабельных и готовых помочь. Это происходит по двум причинам очень важным. Одна из которых состоит в том, что в принципе Linux это тусовка. Люди любят тусоваться друг с другом. Им нравится вся эта мешанина. Это, правда, относится в основном к молодому поколению, то есть к людям, которым тусовка вообще важнее всего остального. Социализация относится к тому возрасту, когда социализация важнее, чем профессионализация. И тем не менее это все равно очень важно. Люди вырабатывают дисциплину общения в том же списке рассылки и вырабатывается некая культура как масса, культура информационная. а вторая причина состоит в том, что информационные ресурсы сообщества они же не только и не столько они растут не из сообщества пользователей, а из сообщества разработчиков. То есть те люди, которые этим рулят, они на самом деле делали это все для себя, чтобы мы, находясь в разных уголках земного шара, можно было эффективнее заниматься совместным делом, совместной работой. То есть эти ресурсы это не просто место, где люди там собираются и друг с другом тусуются. Это не просто место, куда можно задать вопрос и получить ответ. Это в первую очередь инструмент разработки, под который я подразумеваю не только программирование, но и всевозможная деятельность вообще по формированию дистрибутивов. То есть когда вы обращаетесь к информационному ресурсу, фактически вы задействуете не только мощность каких-то вот просто людей, интересующихся ли, линуксу. Но и мощность самих разработчиков. Это они и есть. Вот те люди, которые ведут активную деятельность в информационных ресурсах, они и есть разработчики этого линукса. Это одни и те же люди. Разумеется, не на 100%. Поэтому, когда я написал вот тут вот такой термин линуксоид, я имел в виду примерно это. Что общаясь с человеком, который достаточно хорошо разбирается в линуксе, вы на самом деле можете с достаточно большой степенью вероятности рассчитывать на помощь и поддержку, если вы соблюдаете определенную культуру информационную. Поэтому про это, про то, как задавать вопросы и вообще про то, как вести себя в списках рассылок, мы тоже немножко поговорим. Почему это важно? Здесь мы уже выходим за рамки основной задачи научиться пользоваться компьютером с установленным на ним линуксом. Потому что современный линукс, современный линукс-дистрибутив такой, что в общем-то те 20 функций, которые вам нужны от бытового компьютера, он уже и так выполняет и особо учиться там нечего. Вот. Здесь мы переходим в тематику уже следующего семестра, когда мы будем говорить о профессиональном использовании компьютера в первую очередь для компьютерных же целей. Не для 3D-графики, не для мультимезии, не для каких-то сетевых вещей. Хотя это тоже очень интересно. И если Рома не будет заниматься, не будет читать курсы по сетевому администрированию, то придется вместо него это сделать. Вы не пробовали к нему обращаться? Обратился к нему. И что он сказал? Он сказал, что под смутки. Обращайтесь к нему еще раз и еще раз. Он такой человек, он раздражаться не будет, но если вы найдете еще кого-нибудь, кто тоже к нему обратился. Я к нему обратил. Да, значит, сейчас, хорошо, это я как только закончу, расскажу подробнее. Вот. Короче говоря, мы рассмотрим те составляющие, которые гарантируют, обещают человеку, использующему Linux, использующему Linux в руки, дают ему в руки некоторые инструменты к личному профессиональному успеху, как минимум профессиональному, да, про карьерный, так сказать, это из другого пера. Вот такие дела. Вот, значит, некий краткий список тех инвариантов, на которые мы постараемся обратить внимание в этом, вот в этом семестре, в наших разговорах, и с целью, повторяю, да, возвращаемся к началу, изучить Linux как нечто цельное и общее, попутно, ну, наблюдая различия между ними. Вот. Теперь, значит, ответ на вопрос о сетевом администрировании. Традиционно в течение последних лет 7 курсов, даже, может, 8 курсов по системному администрированию читал я, вот, но я уже не занимаюсь системным администрированием, так вышло, и в прошлом году, и даже в позапрошлом, по-моему, ну, в прошлом точно, курс по системному администрированию читал Роман Валерич Кондаков, системный администратор факультета, вот, и было бы неплохо, чтобы он продолжал это делать, вот, он бывает здесь, воочию собственной персоной по вторникам, и даже сегодня был, потому что у него сегодня какая-то пересдача, не помню ничего, вот, вы, пожалуйста, в 700, в 62-й комнате, 72-й, нет, 62-й, вот, вы, пожалуйста, там его ищите по вторникам и пинайте, просите, чтобы он этот самый курс прочел, потому что я два курса не потяну, у меня времени просто не хватит, я могу вспомнить, тряхнуть, так сказать, стариной, вот, могу, вы можете, делать вам больше нечего, вот, делать вам больше нечего, Жень, и мне тоже, ну вот, просите Рому, он в конце концов, мало того, он, как бы, этим занимается прямо сейчас профессионально, да, вот, я уже больше, почти два года не занимаюсь этим, если нет, скоро будет два года, вот, окей, все, значит, в следующий раз мы тогда переходим уже вот к этому всему многообразию вариантов, к чему именно, я пока не знаю, но я думаю, что мы посмотрим, да, спасибо, есть какие-то вопросы? все, все,